Уже многие годы работает наша компания iUnit Group. Можно зайти на сайт iUnit.com и посмотреть, что из себя представляет наша компания. Секретов у нас нет. Но у новичков часто бывают вопросы, на которые нужно обязательно уметь отвечать и главное не бояться их. Чаще всего людей беспокоит первое. Смогу ли я? Вопрос. То есть получится у меня или нет? На самом деле все очень просто. Компания создает замечательные инструменты. Огромное количество людей в нашей компании выходит на большой доход. Огромное количество людей достойно зарабатывают. И только от самого человека зависит получится у него или нет. Что для этого нужно? Всего лишь понимать, что первое это профессия и этому надо учиться. Второе закажущейся простотой и легкостью это серьезный труд, серьезная профессия и много знаний и умений работать с людьми. И на первом этапе у вас всегда будут какие-то трудности. Но это не значит, что компания плохая, бизнес плохой. Это всего лишь вы еще не научились здесь работать. Как в любой профессии. Поэтому если у вас есть наставник, либо вы понимаете, что можно всегда выйти на сайт, выйти на вебинары или приехать на конференцию компании. А мы ведь и в интернете и вживую работаем очень много. Либо обратиться к наставнику, либо почитать документацию, брошюры, посмотреть вебинары и постепенно научиться работать. Второе, что часто спрашивают люди? А не пирамида ли это? Здесь тоже нужно понимать, как на это отвечать. Прежде всего человек если говорит, он скорее всего что-то подразумевает. Есть проговоренный текст, а есть подтекст. На самом деле пирамида имеет несколько значений, само по себе слово. Это может быть геометрическая фигура, это может человек подразумевать, что какой-то лохотрон или что он будет первый и быстро заработает большие, хапнет большие деньги. А там хоть трава не расти. Обязательно нужно выводить человека на то, что он имеет ввиду под этим словом. На самом деле ответ очень простой. Если у нас создаются какие-то условия, по которым человек, вложив определенную сумму, не привлекая никого, может получить плюс, то на самом деле это услуга. И как любая услуга, имеется определенную ценность. В том числе у нас есть товарооборот, у нас есть продукт или товар. А если есть продукт, то есть его себестоимость, есть его цена. Так вот если продается услуга либо товар, продукт, то в том случае это товарооборотный маркетинг план объема, который создается в этой системе. А уже как она выглядит математически, как она выглядит в виде схемы, это уже не имеет значения. Потому что если человек увидел, что нарисовали определенную схемку привлечения людей и регистрации в маркетинг плане, он говорит, ооо, я первый, а это все пирамиды, люди последние. Третье, что беспокоит людей? Не развалится ли эта система? Рухнет или нет, да? Рухнет или закроется проект? Часто бывает, что компания специально создается для того, чтобы, как говорится, хапнуть и сбежать. И такую компанию сразу видно. Эти компании не тратят деньги на то, чтобы создавать основательный продукт, не вкладывают деньги в фундамент, не вкладывают деньги в технологии. У них даже сам по себе сайт очень простой, напоминает сайт-визитку, одностраничник. У них нет большой системы поддержки, сопровождения, обучения. И сотрудников очень мало. Бывает один админ или два-три человека сидят в системе поддержки и все. А бывает даже и того нет. На это они тратят деньги. Ну и я, как всегда, спрашиваю, назовите причины, почему компания может закрыться. Первое, второе, третье. Чаще всего говорят, вы можете быть врагом государства. Хорошее слово, да? Понятно. Враг государства. В таком случае фискальные органы найдут, как вами заняться и могут закрыть компанию. На самом деле наша компания – это кооперация. И государство поддерживает кооперативы и кооперацию, потому что мы создаем социальные льготы и благо, не беря в государство ни копейки. И делаем определенные вещи, которые полезны в нашем государстве. Второе, что может быть. Ну, бандиты наехать, да? Третье. Может быть. Бандитам интересно там, где есть аккумуляция средств. В нашей компании аккумуляции средств нет. Как говорится, нечем поживиться. И бандитам мы не интересны. Третье, может быть, это сами учредители сделают так, чтобы развалить компанию. Ну, вот, как я сказал, создают специальную пирамиду. Нет ни услуги, ничего. И быстро собирают деньги, быстро закрывают проект. Еще раз, в нашей компании нет аккумуляции средств. И сбегать просто ни с чем. Поэтому причин, почему рухнет компания, найти очень сложно. Конечно, существуют в мире какие-то вещи, когда может рухнуть все. Например, начнется там Третья мировая война или какие-то глобальные катаклизмы. Конец света, в конце концов. Смешно, но это было в истории планеты много раз. И может произойти в ближайшие 10 тысяч лет. Но не в нашей жизни. Поэтому причин, почему рухнет, мы не знаем точно. Хотя в нашей компании наша команда, наши лидеры постоянно мониторят и отслеживают факторы риска, и мы с этим работаем. При этом, учитывая креатив и гибкость нашей системы, если возникает какая-то конкуренция, да, конкуренты же могут сожрать? Могут. Конкуренты могут сожрать? Могут, да. Но в таком случае, учитывая гибкость, креативность нашей компании, то, что работает огромное количество людей, которые заинтересованы в эффективном развитии нашего проекта, мы всегда можем найти способ на равных бороться с конкурентами, либо, как это существует уже в течение более пяти лет, постоянно быть на несколько шагов впереди этих конкурентов. Именно поэтому, подводя итоги, хочу сказать, если вы пришли в нашу компанию и еще пока боитесь, сомневаетесь, изучайте наш проект, обращайтесь к наставникам, приезжайте на наши мероприятия, семинары, конференции, изучайте личный кабинет, читайте методички, обращайтесь к наставнику, выходите на вебинары и со временем вы станете профессионалом, и у вас будет железобетонная уверенность, что это все не имеет значения, а вы, как профессионал, можете любому человеку рассказать и показать, что у нас, оказывается, любой может достичь успеха, что это не пирамида, что у нас есть услуга или продукт, и что наша компания будет существовать долго-долго-долго, пока все участники разом не откажутся от этого проекта, что вряд ли может произойти. Поэтому добро пожаловать в объединенную компанию профессионалов, людей, наставников, сетевиков, крупных бизнесменов, АЮНИТ ГРУП.